здравствуйте уважаемые друзья и враги сегодня мы отправимся сравнивать кажется во второй раз японию с россией очень сказочная страна япония поэтому на нее будет очень интересно посмотреть и предыдущий ролик кстати говоря немало просмотров набрал думаю что людям очень интересно смотреть на такую необычную и развитую современную страну имеется как вы видите на своих экранах два города один неподалеку находящийся от японии город хабаровск и город ниигата расположены на побережье японии разница в населении как вы поняли примерно 300 тысяч ну и давайте же приступим я хочу начать с города хабаровск кстати говоря он у нас был в одном из сравнений кажется с сша и этот город меня точно запомнился тем что было очень много нелепых моментов частном секторе это например и звонок накрытой крышкой от кастрюли также и запорожец находящийся на третьем или четвертом даже этаже прямо на крыше вот на такую крупную улицу мы попадаем в городе хабаровск сами знаете что в россии крупные улицы за ними стараются хоть как-то следить и здесь мы эту тенденцию также наблюдаем вообще можно сказать что российские города они сами по себе очень контрастны поскольку частный сектор и крупная улица это просто две разные страны можно так сказать видим вот такие вполне приличные места если бы еще было бы и хорошая погода то вид был бы для россии вполне впечатляющий смотрите реставрируют фасады вот чего я всегда и прошу пусть старые какие-то здания но хотя бы их красть и вот хороший пример да конечно не сказать что это какая-то современность какое-то достижение какое-то вставание с колен но вполне нормальная страна могла бы быть если бы делали вот так повсеместно видим неплохую брусчатку плитку на тротуаре дороге вполне неплохие и видим вот такие вот старые панельные многоэтажки советские впрочем не самый худший вид среди панельных многоэтажек поэтому пока что крупная улица нас радует и вот хочу обратить внимание отдельно на т.п. это обычно они выглядят в виде каких-то старых советских будок здесь же это все как-то выглядит несколько по-другому более как-то необычно что тоже является очередным плюсом дорога как всегда запылена хоть и неплохого качества видите на бордюре вот такой мусор сам бордюр вполне неплохого качества покрасили перила газон здесь проходного качества ладно можно сильно не придираться и вот такой вот голубок полетел куда-то наверное скорее всего из россии он осознал где он находится хотя с такими местами можно было бы немножко и задержаться давайте перейдем на крупную улицу в японии смотрю здесь улицы в основном узкие но я думаю это нам не помешает находим такой какой-то более загородный вид не совсем подходящее место но обратите внимание что даже за городом трасса достаточно чистая не забывайте что здесь левостороннее движение посмотрите какие ухоженные поля луга с этого расстояния все чисто дорога чистая вполне неплохо ладно давайте дальше искать подходящее место ну вот хорошее место оживленное и вот на такие виды мы попадаем да ну конечно я думаю все сомнения среди моих зрителей отпадают какая крупная улица лучше среди этих двух городов хоть многие умудряются писать что япония это там не пойми вообще какая страна никакого там не развития все это как бы реклама какая-то мировая ну вот вам пожалуйста мировая реклама в одном я может быть и соглашусь в этом плане что реклама она все-таки есть но япония сама ее себе делает пассивным образом просто показывая чего она добилась взгляните на эти многоэтажки напоминающие какие-то бизнес компании в каких-нибудь американских мегаполисах одна высотка лучше другой взгляните на дорогу крупная дорога выглядит в разы чище даже чем которая была за городом по моему мнению чистой тротуар вполне неплохого качества не сказать конечно что супер обновленное покрытие здесь уже не мешало бы плитку поменять бордюр вполне неплохой но тоже немного подзатертый но в целом все достаточно на уровне конечно для идеальной картины если освежить плитку то в целом и придраться будет не к чему видимо вот такие вот дорожки со вставками для слепых людей для велосипедистов есть переходы даже вот таких узких местах но конечно дорога это отдельная тема и давайте же наверное все это в целом визуально сравним выйдя на один из перекрестков обращайте внимание на все детали к сожалению одно здание в японии оказалось под реставрацией как я понял но в целом я думаю это роль и особо не играет мы можем переключиться на предыдущий вид на год назад видим вполне неплохой фасад я не понимаю зачем его вообще как-то переделывают это тоже для меня загадка но этот фасад еще ладно и за него взялись поскольку он уже сероват и вот кстати можно тоже обратить внимание на такой момент что несмотря на то что здание ну вроде бы даже по современным меркам не такой уж старая его все-таки решили реставрировать в россии такое бы здание еще бы лет сто простояла бы и еще бы приводили в пример какое вот хорошее здание какое оно современное красивое давайте посмотрим частный сектор в хабаровске и сравним его с японским частным сектором случайную точку берем и попадаем мы на вот такие вот роскошные виды посмотрите как здесь все развивается и даже не верится что предыдущий вот такой вот вид я как-то мог нахваливать вы просто взгляните на вот эту вот современную изысканность и все поймете видим вот такие вот заборы из металла профиля который я терпеть не могу честно говоря думаю как и любой нормальный человек тоже ну вы просто объективно посмотрите причем поставлено это как-то не совсем эстетично есть какие-то углы с пробелами видите идет лист здесь его уже нет дома ну этот дом еще ладно можно покрасить сойдет честно говоря не сильно придирал себя к нему но рядом с домом это вообще непонятно что какие-то канавы замусоренные заросшие здесь еще как-то прибрались но все-таки могло бы быть и лучше в целом наверное даже не так плохо здесь с фасадами как с самой улице здесь нет ни тротуара не дороги здесь вот вообще ничего нет выходишь за сам дом уже начиная с забора начинается какое-то уныние какое-то отсутствие чего-то нормального причем даже дорога я смотрю здесь идет наискось одна дорога наклонена в один бок другая в другой все накидано каким-то образом здесь еще умудрились сделать канавку или это самая вода и и выбила и вот что-то новенькое это какие-то линии электропередач больше похожие на те которые стоят для железной дороги в общем вот такой вид сейчас нам попался найдем частный сектор в городе не и гата отлично находим и вот на такие виды мы попадаем ну последнее что мы комментировали сразу же я заметил это сточная канава или как ее правильнее назвать в общем с нею здесь совсем по-другому обстоят дела дальше территория рядом с двором видите вот такая вся забетонированная ровная при этом нет никакого забора в виде металлопрофиля единственный забор который идет стильный красивый между самими соседями велосипеды ставят на улицу вот такие вот гламурные велосипеды никто не боится что их украдут хотя по сути посмотрите подходи и уезжай тебя даже никто не догонит вот такой красивый стильный гараж уличный посмотрите фасады цветы японцы очень любят цветы экзотические растения все это здесь присутствует крыши больше напоминающий какой-то восточный стиль все новенькое все красивое единственное наверно к чему здесь можно придраться чуть-чуть поржавел отбойник но это совсем смешно к таким вещам как-то прикапываться учитывая вот такие вот виды посмотрите как интересно идет тротуар уходит куда-то в виде какого-то переулка выглядит необычно все вы знаете что япония это очень гористая местность и поэтому некоторые дома расположены как бы чуть чуть выше возможно из-за этого но здесь это не сильно выражено но сами видите возвышение есть прошлом ролике я смотрел японии там намного больше была возвышенность и при этом весь район был гористым но это никак не мешало также делать канавы сточные красивые бетонные дома дворы то же самое все было посмотрите детская площадка да может быть она не сильно роскошно выглядит но учитывая что это простой частный сектор то вполне приятно что такое здесь есть вот смотрится она очень приятно да конечно не хватает какой-то травы с самой почвы здесь обстоят дела как в каком-нибудь многоэтажным российском дворе но вы не забывайте масштаба это все-таки вам не многоэтажный двор ну вот можем дальше наблюдать везде есть цветы лавочки какие-то все украшено к человеку просто приятно даже подойти поздороваться спросить у него как дела если он живет неподалеку от вас поскольку настроение они создают вот этой вот атмосферой рядом с домом я не понимаю что мешает в россии сделать то же самое пусть не на дорогом уровне пусть даже во время кризиса ну что-то более дешево купить и с умом это сделать посмотрите какая ровная дорога единственная наверно претензия у меня к японии я уже как пронаблюдал это проблема с проводами поскольку немного бросается уже в глаза на 2017 год насмотревшись на вот такие вот красивые виды уже начинаешь замечать что вот такие вот моменты являются уже больше как недостатком стране естественно это если мы беремся конкретно одной страны без сравнения ну и давайте же посмотрим на визуальную разницу двух перекрестков в частном секторе взятых случайным образом отдельно для тех товарищей которые скажут что я выбрал неудачный район в хабаровске посмотрите мой предыдущий ролик и поймете что частный сектор примерно так же выглядит по всему городу да есть может быть исключение но искать иголку в стоге сена я пока что не планирую чтобы нам еще такого интересного посмотреть хочется все-таки чтобы каждый заход сравнения был разнообразным я постараюсь найти многоэтажный двор в японском городе поскольку я не уверен что он присутствует но мне а может быть и вам очень сильно повезло что удалось мне найти посмотрите действительно многоэтажный двор я такого точно не ожидал найти в японии посмотрите как он выглядит вот такие какие-то я так понимаю подсобные помещения для складирования какого-то хлама выглядит вполне достойно конечно ржавчина да это придраться как современной стране можно но в целом вспоминая опыт в странах снг то данная приблуда очень даже неплохо смотрится посмотрите на фасад японский видно что здание не такое старое больше как современные особенно балконы но фасад не мешало бы освежить я думаю может быть здесь даже и бедные люди живут возможно в японии в целом в квартирном доме жить это считается признаком бедности но насколько я слышал что в японии бедность это очень странное понятие больше как какое-то несуществующее существующая больше в каком-то ином виде но в любом случае мы видим то что видим здесь тряпки развешивают на балконах такие вот моменты тоже присутствуют но за счет того что есть достойное ограждение которая в первую очередь бросается в глаза а потом уже эти тряпки то не самый худший вариант но конечно могло бы быть и лучше в европе на порядок лучше мы смотрели многоэтажки не уверен стоит ли искать еще один двор но давайте осмотрим другие аспекты с полисадниками все прекрасно здесь и говорить не о чем подъезды шикарные хоть конечно и каких с какими-то такими грибковыми козырьками дорога парковки все прекрасно все аккуратно давайте же отправимся в хабаровск найдем многоэтажный двор в этом городе и сравним это все визуально вижу группу многоэтажек самое главное чтобы дорожки проходили через двор это очень важно чтобы это все поближе рассмотреть но и на такой двор мы попадаем вполне стандартные в целом даже неплохой для панельного двора вот здесь я так понимаю какой-то более элитный двор все за шлагбаумом за таким красивым забором но почему-то сами многоэтажки выглядят несколько в другом статусе нежели уровень доступа ну двор хочется отметить неплохой для россии неплохой в целом я бы даже сказал что он не сильно хуже чем японский вид сейчас мы конечно визуально все посмотрим но мне кажется что все таки да это больше как бедный какой-то район был в японии но вот эти вот фасады конечно хоть и в японии были не самого лучшего качества это пожалуй были самые худшие фасады это многоэтажки в японии но даже этот фасад смотрится намного хуже чем японский дороги здесь комментировать нечего для россии это конечно хорошо что такая дорога хоть какая-никакая имеется но в японии дороги это вообще отдельно тема чистые ровные выглядят как на картинке как в какой-то виртуальной игре с хорошей графикой вот кстати говоря гаражи конечно там были больше какие-то подсобки может быть стать и говоря это еще для мотороллеров какая-то парковка была у них но здесь я вижу что вид не такой уж приятный еще хуже чем те подсобки японские на мусорено ямы трещины ну тротуар неплохой вот насчет тротуара хочется отметить он во всем дворе по большой части присутствует и смотрится он вполне неплохо чем могло бы быть газоны заросшие не такие уж плохие как могли бы быть не затоптанные хотя бы но тоже видно что никому это оборудование не нужно ни лесенки ничего но есть какая-то баскетбольная площадка тоже это очень хорошо является плюсом на мой взгляд но давайте визуально посмотрим на эти виды в общем думаю на этом можно наше сравнение закончить каждый аспект случайным образом мы посмотрели визуально сравнили у меня осталось приятное впечатление в принципе в целом от обоих городов но конечно хабаровск мог бы выглядеть в разы лучше если бы люди прикладывали больше усилий и стараний я думаю у него все получится поэтому хабаровску огромный привет успехов им не унывать в этих страшных пейзажах ну в принципе на крупных улицах у них более-менее как-то неплохо но конечно же японский город меня удивил также было интересно увидеть многоэтажные дворы которые для японии выглядят не самым лучшим образом но при этом не такие уж они и плохие если брать в целом не забудьте показать друзьям знакомым мое сравнение мой канал предложить подписаться если им интересна такая тема не забудьте поставить лайк если вам понравилось это видео оставляйте комментарии со своим мнением впечатлением какими-то идеями советами ну и до скорого ждите новых выпусков а